Многие из мальчишек и девчонок читать еще не умеют, но зато плавать уже научились. Благодаря программе «Дети России образованные и здоровы» почувствовать себя как рыба в воде смогли и те дешкалята, у которых нет бассейна в детском саду. Сегодня у нас состоялось очередное мероприятие по программе «Дрост». Это соревнования по плаванию «Капитошка». Они у нас проходят уже третий год. Детям очень нравится. Те дети, даже у которых нет бассейна в садике, они справились достаточно хорошо. Купальник и резиновая шапочка, на некоторых и специальные водные очки. Вот и все обмундирование. От них не требуются идеальной техники, кроля или браса. Здесь главное быть первым и не бояться воды. А этого у юных дроздят хоть отнимай. Главная цель соревнований – оздоровление детского организма, ведь игры в воде значительно повышают иммунитет. Бассейн очень нужен, очень полезен. Здесь, во-первых, контрастная вода. Дети сначала в душе моются, затем у них идет воздушная гимнастика с воздухом. Потом дети плавают в бассейне, там опять теплая вода. Выходят, они ножками становятся в прохладную ванночку. Это все идет закаливание. Пройти через водную дистанцию, правильно отгадать загадку и найти на дне колечки с подсказками. Несложные задания принесли детсадовцам море удовольствий. Сложно, но мы справились. Собирать рыбки для дельфинов, искать колечки. Соревнования в бассейне очень интересны. Дети вообще в восторге. Все очень нравится. Мы участвуем каждый год, никакое мероприятие не пропускаем. И вообще программу «Дрост» мы очень-очень любим. Рассекая водную гладь, малыши стремились первыми достичь заветного бортика. По итогам конкурса «Взорвение к победе» все команды были награждены грамотами и сладкими призами. Победителем соревнований стала команда детского сада номер 7. Вместе с победой ребята получили на целый год флаг оздоровительной программы «Дрост». Второе место разделили дошколята из 2-го и 48-го дошкольных учреждений. Бронза у 61-го и 53-го детских садов. И как уже показывает практика, после этих соревнований родители берут своих малышей за руку и ведут их в секцию по плаванию. Кто знает, может быть когда-то из этих малышей вырастут настоящие олимпийские чемпионы.